Попрошу монтажера вставить эту голосовую в начало ролика. Совсем забыл сказать, Собершок стал спонсором русскоязычной трансляции Мажора. На турнире вы будете видеть наши рекламные ролики, как и в прошлом году. А второй пункт это то, что прямо сейчас я разыграю три вивер пасса в своем телеграм-канале. Все есть в описании, так что уже сейчас мы приступаем к этому ролику. Привет, молодые вивер... Пять часов утра по грузинскому времени. Мы ждали очень долгое обновление в КСе. Если что, они сами намекнули о том, что это произойдет своим постом в Твиттере. У них, конечно, огромнейшая проблема с монтажом, с релизами. Что это вообще такое было? Они просто взяли и записали 15 секунд материала на Фрапс. Но есть хорошие новости. Обновление вышло. И сейчас мы с Зонером посмотрим, что это такое, что они добавили и как это все выглядит. Поэтому прямо сейчас, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и мы приступаем. Покажу все, что они сделали. Да, Саша? Да, привет. Всем привет. Сейчас мы посмотрим, какие мы расставим все по своим местам. Я думаю, будет 8 из 8. Налегке. Так, ну, как вы можете заметить, они даже не постарались сделать нормальную картинку. Они взяли какую-то фотку с интернета. Боже. А не, почему бы сами это что-то стоит. 15 долларов взять, поставить 10 долларов фотографу отдал. У тебя тоже свои фотографы были. Кстати, если вы не знаете, кто такой Зонер, он реально читер. Если вы хотите посмотреть интервью с Зонером, вы можете тыкнуть в подсказку и сверху видеть наше интервью в реальной жизни. В смысле читер? Читер это то, что скачивает. А я был не усведомлен. Я думал, так все и надо. Зашел в КС. Куда-то закинул они туда. Тебе напомню, как я вшел в туалет. Ребят, всем здорово. Это новое интервью вместе с Зонером. Сейчас хорошо изгоняем и начнем. Что у тебя камера делает? Не, ну это уже другая история. Уже не первый там попался. Ну, покупаем сейчас пропуск на мажор, как зритель. Если покупать просто это 10 долларов, если покупать и получать 3 токена в подарок, это 18 долларов. Ты представляешь? Я бы покупил за 2 800. Активировать пропуск. Опа. Все, я получил миссии. Я получил 3 жетона. Могу их потратить, но не сейчас, когда сыграют матчи. И самое главное, это то, что я получил граффити команды. А вот и составы. Господи, Cloud9 они такие гении. Я Cloud9 поставлю. Красивый логотип по-настоящему. У нас есть капсулы. Три активные капсулы. И четвертая откроется в случае, когда мы узнаем, кто будет чемпионом этого мажора. Как мы знаем, Na'Vi заработали на этом огромные бабки. А с этих стикеров команды получают по 50% прибыли. А каждое открытие этих капсул, это 100% прибыли для Valve. Потому что это просто рисунки. Это просто рисунки, за которые мы плачем. What a fuck. Ну, капсулу с легендами всегда больше покупают, чем претендентов. Это факт. Это факт. Да, Na'Vi все время попадает в легенды. И капсулу с легендами больше продаются. Я вам покажу сейчас эти стикеры. Я не вижу их смысла открывать. Я открою по одной штучке. Но я хочу, самое главное, это сегодня заняться вопросом Пикема. Поэтому я позвал Сашу. Саша гений Пикемов. 88. Стой, 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 стой. А у тебя вообще бриллианты за прошлое? За прошлое? За позапрошлое бриллианты. За прошлое я не успел. Отдыхал. Все так говорят. Давай открывать эти капсулы. Ничего интересного на самом деле. О, Virtus.pro. Джейм, господи. Это мой любимый игрок в Virtus.pro. А, кстати, в прошлое... Извиняюсь, outsiders. Да не, ничего, извинец. Virtus.pro. Пока. А, как они попали вообще сюда? Они хорошо отыгрывали? Да нет, плохо. Конфиг. Пока... Пока такое. Броки. О, кстати, это же мемно. Да, да, стикер Броки. Самое интересное, самое интересное, что теперь автографы могут быть с блестками. Это третья, в смысле, с блестками. Есть простые, есть голографические, с блестками? Да. Все, я точно покупаю пропуск. Вот Glitter называется. Смотри. Кто? Блестки. Glitter. А, извините. Не-не-не, не то, о чем ты говоришь. А, все, я понял, понял. Как тебе такое? Ну, выглядит... Я бы с удовольствием посмотрел. Я вот купил бы пропуск, только пока не могу купить пропуск. Ну, ты знаешь почему. Придется сейчас какой-нибудь гамм продам. Чтоб через торговую площадку купить. Да, 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 я то же самое сделал. Ну, в целом, выпало говно. Но я сейчас приступаю к самому интересному. Зачем этот ролик смотрят? Знаешь что, я думаю, стоит нам начать с фаворитов. С фаворитов? Конечно. С фаворитов. Сразу отсекаем. Есть 3-4 фаворита. У меня не открывается ГГ. Пропуск не открывается. Сделайте 5 верных прогнозов на этот этап претендентов. 5? Не 8? А, 5 и 0-3 и 3-0, да, должно быть? Правильно? Подожди, а почему 5? А почему 5? А, 5, чтобы получить... А, чтобы пройти следующий этап и получить подарок какой-то, да? Да, да, да. Погнали? Да, погнали. Кто самая слабая команда здесь? Самая слабая? Наверное, скорее всего, те же Ренегейтс и команда, которая с Азиатом бралась. Бралась. Инц. С Монголии. Ты не уверена, говоришь? Не, я все уверена, поверю, уверена. Ну, смотри, худшее место реально ICC. Ну да. Ренегейтс. А мне кажется, азиатская квалификация, она самая слабая. Там Тайу были. Не то Тайу, это уже не те Тайу, что мы видели раньше. Ну, логотип у них такой симпатичный. Было бы красиво на стикерах. Слушай, ну, что у нас дальше? Ты на 0,3 ставишь? Или хочешь ставить? Да, давай 3,0. Давай точно. Вот кто точно заберет 3,0? Вообще, по статистике... Энс. Энс. Энс топ-1 сейчас. Слушай, я, наверное, Энс поставлю. Энс? Я бы тоже поставил. Правильный выбор. Очень сильный. Сможешь на список, наверное, самый сильный. Хорошо, давай точно то, что пройдут G2. То, что пройдут Астралис, Виталити. Liquid. Liquid. G2 и Liquid ставить... Вот G2 очень опасно ставить, наверное, 3,0. У меня была мысль, но... А, могут и 3,0. Там две команды 3,0 выходят. Могут спокойно. То, что они две недели назад сыграли, неубедительно. Они там, ну, так, не сверх своих сил сыграли. Насчет СНГ. Смотри, мы пикнули все, кроме СНГ. Неужели Spirit и Outsiders мы гонорируем? Я ставлю Outsiders, что они пройдут. Я верю в джема. Так я верю в джема, и я верю в икиндер. Конечно, пройдут. Я думаю, 3,1, 3,2 должны проходить. Блин, я бы очень хотел поставить Team Spirit, но не верится. Я смотрел игры и потеряли форму. А вот кого? Сколько у нас еще команд осталось? Две команды. А кого? Бразильцы старые все. А, еще Force есть. Не, не, это точно не пройдет. Ну, не в обиду Force, я, конечно, не в хорошо отношусь. Но там я что-то на ИСЕ пару игр посмотрел в последних межсезонье. Ну, два месяца, которые... Ой, две недели, которые после мажора. Там они проиграли вообще каким-то лютым. Но это не показатели ИСЕ. Но я думаю, не так выше головы стрельного. Я на 8-го место какой-нибудь Spirit засунул. Вот поверь. Ну, а кого еще ты хочешь выбрать? Кого? Я пикаю Spirit, как восьмой. Ага. Но в каждом турнире есть черная лошадка. Знаешь, ко мне команда понравилась. Я надеюсь, у нас совпадает выбор. Bad New Eagles? Да. Да? Мне тоже. Она очень уверенно играет. Очень хорошо играет. Уверенно отыгрывает. Тем более там все игроки FPL, они опытные. Некоторые из них тоже на мажорах были. Я думаю, они очень хорошо подойдут к этой форме, подготовятся и выйдут. В худшем случае. 5 команд нам нужно, чтобы прошли бы. Ведь же тут точно пройдут. Ой, да ну... Точно пройдут. Виталий, точно пройдут. Это изи будет. Это изи. Поверь. Из-за восьмой семерку угадали. Слушай, но самое главное, это то, что мы, по сути, сделали самые очевидные пики. Ну, а как по-другому? Было бы еще очевиднее, если мы бы пикнули бы сейчас вместо Bad New Eagles Force. Единственное, что мы поменяли по этому топу, мы не взяли Mibor и Force. Я думаю, можно делать прогноз прямо сейчас. Вот что у нас получилось в итоге. Мы выбрали команды. По прогнозам Зонера 7 из 8. Но по моим прогнозам, я думаю, пятерку мы точно заберем. Я предполагаю шестерку. Подпишитесь прямо сейчас на этот канал и на мой Telegram, чтобы знать, какие мои будут предикты на следующий этап. Это точно мы пройдем, поверьте. Все мои прошлые были с бриллиантом. Нам один турнир, наверное, с золотом. Ну, ты связался со мной, сейчас придется без бриллианта остаться. Я... Ах! Субтитры создал ее. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok